МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На самом же деле история полноприводных автомобилей этой компании началась еще раньше. В 1903 году Пол Даймлер обозначил азы данной технологии в своих чертежах. Первый же полноприводный автомобиль появился в 1904 году, и очень скоро за ним последовали другие. Что же представляет собой эта трансмиссия? Постоянный полнопривод, ферматик, которым оснащаются модели из Штутверта, имеет центральный дифференциал планетарного типа, с заданным распределением крутящего момента между передней и задней осями в соотношении 45 на 55. Полный привод включен постоянно, электроника не регулирует работу муфт, поэтому времени на реакции не требуется. Оптимальное тяговое усилие обеспечивает многодисковое сцепление с блокирующим действием в 50 ньютон-метров, которое эффективно обеспечивает сцепление всех четырех колес на заснеженном или обледенелом дорожном покрытии. Электронные системы управления тяговыми усилиями 4-ETS и ASR дополняют высокоточную механику, действуя в идеальном соотношении с системой электронной стабилизации курсовой устойчивости ESP. Дополнительный отбор мощности для привода передней оси производится при помощи раздаточной коробки, компактно размещенной в теле трансмиссии 7G Tronic и не занимающей дополнительного пространства. Крутящий момент передается на переднюю ось посредством механизма отбора мощности при помощи карданного вала. За передачу тягового усилия у дифференциала передней оси на левый передний приводный вал отвечает промежуточный вал, проходящий в герметичном канале в масляном поддоне.